Скажи привет! Короче, я такая заплывшая. Я так много шру. Я сегодня просто какая-то яма. Я съела сейчас на ужин огромный бургер с рыбой, картошкой, салатом. Пришла домой, съела гранат и ещё что-то сладкое. Где мои прыщи? Вот они. Прошли на месте, ёпта. Папа? Папа уехал в аптеку. Короче, у нас проблема. Федя отравился на Бали. У него, короче, дико болит живот, серая диарея, уехал в аптеку. Потому что ничего не помогает. Завтра у моего мужа день рождения. Вот. Я уже заказала тортик. Супрямо придёт. Поэтому сделаю такой небольшой сюрпризик. И хочу снять такой прикольный рилс. чтобы показать, как мы провели очень день рождения. Если честно, очень хочется уже домой. Нет, так не надо делать, Маркуша. Так нельзя делать. Принеси машинку маме. Принеси. Принеси маме машинку. А от такого отдыха нужен ещё отдых. Не надо, солнышко. Это нельзя трогать, малыш. Ням-ням, я не хочу. Иди ко мне. Я думаю, ням-ням. Ты моя конферточка. Поцелуй, мам. Поцелуй. Ещё поцелуй. Ещё поцелуй, мам. Мам, поцелуй, 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 вот так. Такой он миленький у меня, такой у меня нежнеченький, такой у меня нежнеченький. Не надо так делать, солнышко, зачем, мама же убиралась. Это смешно тебе? Это не смешно, сынок. Сколько слов Марк говорит? Слушайте, я не читала сейчас, у меня вообще вот там каждый день что-то новое. Сейчас мы активно делаем ням-ням. Именно не когда кушать, а когда мы хотим что-то вкусненькое. Ого, какой ты эмоциональный. Когда мы что-то хотим вкусненькое, он говорит ням-ням. Ням-ням, да? Ням-ням-ням. Вы помирились с Федей? А, да, конечно, в этот же день. Мы долго не умеем ругаться. Я просто сначала хожу, такая с ним не разговариваю, короче. Вот, а потом подходит и говорит, ты меня не хочешь обнять, поцеловать. И мы начинаем потом болтать. Вот, приходим к общему знаменателю, кто был неправ, кто был прав. Вот, и всё. Обсуждаем, проговариваем, а потом уже обнимаемся, оцениваемся. Анита, можно вам даже немного поправить? Нет, нельзя, мне не нравится. Я чувствую себя очень тяжело. Вот я сейчас чувствую себя каким-то слоном просто. Мой живот максимально... Зайчик точно. Ну, типа, что это? Три буха. Он максимальный отек, но у нас в Чарабуле получается два перелета, и очень сильно поднимается у меня давление в полёте. Ну, и, собственно, тело начинает реагировать. Вот, мне нужно где-то, ну, дней пять спокойного состояния для моего тела, иначе я в таком вот отёке не буду присутствовать. Я сейчас сделала уже и МФР, и зарядку, и комплексы, но что-то не помогает пока. Когда будет девочка? Ну, Авет такой, как сейчас говорит, ты так ешь? Ты точно не беременна? Я делала недавно тест. Я же, по-моему, даже выставляла. Ку-ку, где Маркуша? Ку-ку, где Маркуша? Где Марк? Ой, ку-ку. Где Маркуша? Я не вижу Маркушу. О, ты что там распукался? Я говорю, так нельзя делать. Это зарядка и розетка. Нефиг туда свои пальцы ссувать. Да, это нельзя делать. Будет бу-бух. Бабах. Что за мальчик такой, а? Полетели, полетели, полетели. Полетели, полетели, полетели. Ну, на лавку сели. Так. Мне просто интересно, чего у нее высыпание. Высыпания у меня, в общем, такие. Когда я была в Москве, у меня вообще было все идеально. Ну, я же прохожу лечение, у меня очень достаточно серьезные препараты на лицо наносятся каждый вечер. И она мне сказала, Анита, если ты будешь так вот летать, как ты любишь летать... Кач-кач. Если ты будешь так летать, как ты летаешь, солнце-под, мы не придем к какому-то классному... Если бы или так спина, это просто сзаливаю. О чем мы говорим? Мы не придем к классному результату. Потому что я все время типа на солнце. Хотя, несмотря на это, я там защищаю. И в кепках хожу. И СПФ наношу. Ну, все. Но мое лицо очень сильно потеет. Особенно от шлема. Я вообще в базе и чувствую себя максимально какой-то грязной. Вот. И у меня постоянно лицо, вот эти подкожники. А перед месячными... Почему я думаю, что я не беременна? Потому что у меня всегда время месячных. За дня 3-4 влазит огромное количество подкожников болезненных. На спине, на лице. Если я это не трогаю, то это потом очень быстро проходит саму. Если я начинаю трогать своими дурацкими руками, то, естественно, это все становится все больше и больше. А пигментации нет на лице. Ой! Покажи, как ты делаешь. Покажи. Покажи. Ой! Ну-ка, еще покажи. Ой! Ого! Ну, сейчас упадешь. Филя в аптеку поехал. Вот мой натуральный цвет волос. Я же уже не крашусь давно. Нет, я пока не приучаю горшку. Потому что я посадила несколько раз. И начала очень сильно мамко кричать, плакать. И поняла, что пока не время. Ну, и сейчас приедем. Будем еще раз пробовать. Но в любом случае, я никуда не тороплюсь. Я думаю, в школу подгузников не пойдет. Покажи. Сколько лет Марку? 1,8. Ой! Ку-ку. У меня прям вот тут вот, сука, прям такой болезненный. А как машина делает? Как машина делает? Полицейская, как? Уи-у-и-у-и-у-и-у-и-у-и-у-и-у-и. Хабаровский? Нет, не планирую. Я не удавала рецепт борща. Он просто очень далеко в Ленте. Я в Хабаровск не планирую, но планирую, чтобы моя бабулечка прилетела 24 мая Марк родился Разрешайся Марку телефон Мультики разрешают, тогда, когда кормлюсь здесь Дома мы вообще мультики не смотрим Только перед сном минут 7-10, чтобы успокоить мозг Но здесь, когда он заболел, вот это все началось Он перестал есть, и я во время еды включала в мультики Чтобы он хотя бы чуть-чуть отвлекался и кушал Потому что я переживала, что будет как в Турции Вот эта вот капельница и все остальное Поэтому я включаю И во время болезни это переросло немножко в ненормальную ситуацию Он стал в требовательной форме просить ключи, телевизор Мне это все показывают на телефон Начал очень сильно нервничать и орать прям Мне это, естественно, не нравится Но что поделать, он по-другому не ест И поэтому я сейчас кормлюсь мультиками Вот Но скоро мы приедем домой У нас будет наконец-то дома прекрасная няня Приедет бабушка с дедушкой Потому что они соскучились по Марку И я наконец-то отдохну Я вам хочу честно сказать, что две недели для меня было вообще очень здорово Все классно, ок У меня не было огромного количества работы, задач Папа? Папа приехал Две недели все было нормально А потом я уже поняла, что я устаю У меня появились очень много рабочих моментов Которые я не могу решить Потому что Марк вот так вот постоянно на мне И я начала очень сильно уставать Опа И месяц Для меня это слишком долго Мне на самом деле кажется, что месяц идет вечность какую-то Просто нереально Когда уже это закончится Когда мы уже поедем домой, я жду Вот Поэтому в следующий раз Если мы захотим поехать Надолго куда-то с Марком То только с помощью Либо брать уже здесь няню То есть просто у нас, понимаете У нас есть тут садик Но он ходит на 2 часа Потому что там не спят И не едят Вот Он туда приходит уже сытый Чуть-чуть поиграет Потом мы его забираем Кормим дома И он дома спит Вот Иди ко мне Иди, иди Не ругайся Мама тут Папа сейчас приедет Вот И потом Вот сегодня второй раз Мы получается проснулись И мы хотели с ним сходить на массаж Он был в спокойном, нормальном состоянии Когда ребенок уплечен Когда ему действительно не интересно А тут что-то было Ну Проснулся Не в настроении Мы хотели После того, как прилетим в стае Мы хотели там недельку побыть в Москве И потом полететь в Грузию Типа в снег Покататься И так далее Но у нас очень дохера вышел Таиланд Плюс этот Бали Что-то как-то по расходам дохера Ай! Ты что, с ума сошел? Мне же больно Это не смешно Это не смешно Мне больно Мне больно Мама хорошая Мама хорошая Мама хорошая Покажи, какая мама хорошая Мама хорошая Ты мне делаешь больно Ты как-то меня пришел с трецой Мама хорошая Мама Так делать нельзя Маму бить нельзя И щипать нельзя Я же тебе не щипаю Мамкуша хороший 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 Мама хорошая Мама тоже хорошая Погладь, мамочка Погладь Вот Мама хорошая Мама хорошая Так делать нельзя Кусать, бить Когда что-то не разрешают Подходит уже, ударяет Да Уже такие манипуляции пошли Еще началась новая мулька Пищит Ну, типа Я говорю Нет, не включу Нет, не дам Ну, не орет А прям пищит Громко-громко Чтобы его все услышали Так, ну и что? Вот, поэтому Грузия нет Я просто думаю Ну, что мы, наверное На мой день рождения Это будет в апреле Полетим на Бали Вдвоем Вдохнем А ты будешь с няней С бабушкой Ну, типа Я говорю Две недели Смотрю Мама что есть Смотри Смотри Боже, пожалуйста Не надо ронять на меню Смотри У нас вообще Уже все зубы вылезли Все прорезались Вот Поэтому Да, у него там чешется порой Я не скажу Что прям вот зубы Было Это какой-то ад Ты прижмешь себе пальчики Будет больно Это вот Маме прическу делали Ну, типа Я думала Зубы Это прям какой-то Ад 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 Просто в этот момент Очень попризный Нет Там у меня свои ногти Господи Посмотрите Как они отросли За Еще месяц На самом деле Не прошел Месяц будет Ровно 20-го числа И они вот так вот Отросли У меня волосы Ногти Растут Со скоростью Свет По поводу игр В Таиланде Особо Очень сложно Чем-то его влечь У него Единственная радость Это, наверное, байк Ну, типа Вот мы играем в игрушки Что за слово Производ Типа Мы играем в игрушки Хватает его На 5 минут У нас тут нет Огромного количества Игрушек Как дома Да Дома там И няня может что-то Придумать Какие-то развивашки Вот это вот все Мы решили Тут порисовать Мне не хватило терпения Потому что он начал Разрисовывать Все Я, конечно же, испугалась Что-то тюжавило Я просто такая Так, все Мы порисовали Вот Пойдем Приберемся Пойдем, солнышко Ладно, ребят Я тут вышла Просто с вами ненадолго Что, как бы Мы тут есть Я тут есть Не забывайте меня Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал Да ладно На самом деле Правда Очень тяжело Вести контент с Мартом Но, типа Я даже не могу Вам показать Что-то Классное Интересное Потому что Что мы делаем Мы просыпаемся Умываемся Кушаем Кормуем его Едем потом на завтрак И это каждый день Одно и то же Все зависны Именно от слова Но Сложно Сложно В плане того Что у нас Ломалась Коляска Ему негде спать Вот это вот Очень сильно жарко Он же спит С двух до четырех Это самое Такое ужасное время И Сложно Вот Хочется максимально Классного Яркого контента Интересного Ну я просто Не хочу Вот делать Прям Мамский Мамский Контент Снимать постоянно Марка Мне же тоже Хочется Что-то Вдохновляться Поэтому я там Езжу часто На шопинг Это Наверное Одно из Моих развлечений И показываю Обзоры Ну вот На бале Прикупила Тоже прикольно Интересные вещи Сняла Надо только Смонтировать И выставлю Думаю Что это будет В среду Потому что Завтра я буду С Федей Он мне еще Вчера спросил Ты 13 числа Работаешь Ты будешь Выходить В сторис Я хочу Максимально Твое внимание Вот Поэтому Я буду Завтра С мужем Папа приехал Слышишь Слышишь Папа приехал Скорее Папа Встречай Что Скорее Папа Встречай Иди Скорее Папа Встречай Нет Не пойдешь Папа Папа Слышишь Папа Папа Иди Папа Встречай Пойдешь Иди Иди Ты что Убедился Что он Тебя не взял С собой Он же в аптеку Ездил Что ты Обиделся Не обижайся На Бали Прикольно Мы на Бали Где дети Есть Я в Чингу Увидела Один Два Раза Ребенка В Таиланде Тут Постоянно Дети И тут Такой Вайб Семейный А на Бали Мы жили В районе Чингу Это место Тусовочное Молодежь Девочки Все очень Красивые Мальчики Красивые Ты прям Смотришь И думаешь Ну прям Реально Круто Тусовки Классные Рестораны Кафешки И ты хочешь Почувствовать Максимальную Атмосферу В Таиланде Все так Вайбово Все так По-семейному Все так Классно Ну тут тоже Есть районы Где можно Потусить Но на Бали Мне больше Вайб этот Понравился И мне хочется Бали Посмотреть Полностью В разных Районах Пожить Сходить На Вулканы Там Всякие Вот эти Достопримечательности Посмотреть Смотри Кто Пошел Папа Сначала Обиделся На тебя Мне Вот Видишь Что ты Делаешь Очень больно Это Не смешно Это Очень Больно Я На тебя Обиделась Мне больно Мама Что Хватает Честно Обиделась Тут Че ты смеешься Немега Мне за лицо Скочил За чем Ты меня бьешь А Мне больно Я Сейчас Папе Расскажу Мне больно Мне больно Ты купил Заешь Метаболизм Это Отстанция Одной таблетки Три раза в день Чего Что это Я не позволяю Бить Я конечно же Ругаю И понимаю Что так Нельзя делать Все Ребятки Я побежала Надо прибраться Всех челую Пока Все Кто был со мной Я вас люблю Да